Рассекречены документы об освобождении Будапешта История наука и техника Полночь 4, 13 февраля 2020 года Рассекречены документы об освобождении Будапешта Фото, М.Зак, РИА Новости Минобороны России рассекретила документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков Публикация материалов архивов приурочена к 75-летию исторического события Об этом ленте.ру сообщили в ведомстве Согласно обнародованным материалам 29 декабря 1944 года перед штурмом венгерской столицы командование советскими войсками предложило гитлеровцам капитуляцию чтобы избежать жертв среди мирного населения Однако немецко-фашистские оккупанты не только ответили отказом но и убили членов мирной миссии От немецкого командования поступил приказ открывать огонь по русским парламентарам в случае их появления заявил венгерский генерал-майор Миклоев Ридиш В результате многодневных боев к 10 часам 13 февраля 1945 года советская армия разгромила окруженную группировку противника В отчете уточняется что было уничтожено 49 982 солдата и офицера из числа немецко-фашистских оккупантов число пленных со стороны противника насчитывало 127 202 человека После взятия Будапешта добровольческая венгерская армия была принята на полное довольствие 83-й отдельной стрелковой бригадой морской пехоты В боевом распоряжении штаба бригады предписывалось обращаться с венгерскими военнослужащими как с равными Факты истребления еврейского населения приводятся в акте о зверствах в городе Будапешт Согласно материалам в одном из городских домов было обнаружено свыше 500 трупов Все трупы пронумерованы последние номера 4000-е уточняется в документе О расправах над местным населением упоминается в показаниях Войнопленный Бреу и Азеф рассказал о наличии двух автобусов у немцев в городе Сталино, Донецк, на Украине предназначенных для уничтожения людей Отработанные газы выходили не наружу как обычно, а в салон автобуса Таким образом, люди, находившиеся там вскоре отравлялись уточняет и Азеф В показаниях также упоминается случай когда гитлеровцы в знак подарка фюреру полностью очистили из зениток местное гетто Из документов следует что в марте 1945 года в голодающую Венгрию было отправлено продовольствие В июне его норма была повышена В справках о выполнении постановления ГОКа указывается что Будапешту было передано около 3000 тонн зерна 1000 тонн сахара 960 тонн соли и 250 грузовых автомашин 13 февраля 1945 года завершилась наступательная операция 2-го и 3-го украинских фронтов при участии кораблей Дунайской флотилии целью которой было освобождение Будапешта В результате военных действий длившихся с 29 октября 1944 года советские войска окружили и уничтожили 188 тысячную группировку немецко-фашистских войск В конце января ФСБ рассекретило документы об освобождении Свинцима В материалах содержится информация о пленниках и надзирателях описаны случаи допросов, избиений и убийств польских граждан имеющие систематический характер Раскрытие архивов приурочили к Дням памяти жертв Холокоста Что происходит в России и в мире Объясняем на нашем YouTube-канале Подпишись!